Вот эту книжку твою я очень люблю, как и остальные книги. И я люблю ее, помимо прочего, за то, что там есть музыка, там есть мелодия в этих стихах, там есть то, что современная поэзия почему-то под флагом прогресса стремительно утрачивает, на мой взгляд. Я не знаю, почему это происходит. Может быть, это происходит не из-за того, что это декларируется, а там просто у людей устроена пша, не знаю, что. Происходит это обычно в массовом порядке. Сначала один-два человека пишут так, никто не обращает внимания, потом возникает некоторый маятник, вибрационная система, которая говорит... Просто доказано, что так можно делать. Вот, например, Бродский по большому счету музыкальности лишил. То есть, я начинал когда-то, я заинтересовался поэзией, когда я прочитал Пастернака, а поэмы отец мне когда-то привез, там, из Франции. Потом уже чуть-чуть, когда подрос, я столкнулся уже с поэзией Мадельштама, и для меня это были две совершенно разные вещи, потому что музыкальность Пастернака, она все-таки была более такая звукорядная, литерационная. У Мадельштама начиналась уже какая-то фанатическая, уже таинственная совершенно звукопись, совершенно неясно, что и почему. Ясно было, что это хорошо звучит, что это очень... Это фонетика, да, вот эта фонетика все определяет, вот эта вот мелодичность. Я не знаю, если это культивировать, то, разумеется, к этому вернуться можно. Я не думаю, что глухота паучья, о которой тоже самое Мадельштам говорил, она настолько роковым образом, что она фатальна. Вообще, зависит только от нас, от каждого в частности. Зависит от того, насколько мы можем это напомнить, можем это напомнить имя. Дело в том, что верлибр – это изобретение совсем не новое. В Библии написано верлибром. Почему-то на это никто не вообще... Верлибр – это совершенно замечательный, нормальный жанр, и более того, более естественная, может быть, чем ритмическая речь. Я помню профессора Рацига, который сказал, я вам разобью передовецу правды на строчке, это будет верлибр. Я хочу сказать, что для меня музыка... Дело в том, что в природе... Звучивала тучка золотая, на груди утеса великата. Вот они все звуки, которые могли быть в русской речи, и на раз все собрались, как-то и выросли. Мне со временем Майя Никулина сказала, моя учительница, наставник, молодой человек. Я с тех пор пытаюсь... Ну, я это вот повторяю. Там есть некоторый напев. Ведь в природе нет существительного. В природе нет глагола. Это все изобретение синтаксиса, это изобретение... Когда верлибр переходит на свою наиболее свободную стадию, он становится в песне. Там все равно начинаются какие-то моменты повторов, каких-то внутренних рифов, каких-то перепевов, каких-то музыкальных вещей. Точно. Но когда я говорю, что нет существительного и нет глагола в природе, это означает, что стихотворчество, употребляющее глаголы и существительные, кстати, в ранней китайской поэзии этого не было, в нашей европейской есть, что такое стихотворчество условно занимается вещами, не несомненными. Потому что глагола нет, я его использую, существительного нет, я его использую. Что же несомненно в поэзии? Ритм. Ритм несомнением, потому что ритм... Тебе критик твой ответит, что у меня очень сложные ритмы, я вот таким ритмом... Да пусть он мне его покажет. Понимаешь, когда мы оперируем к природе, довольно сложно объяснить людям, которые не очень ей живут, которые мы сразу на солнце не чувствуем, этого нет, он говорит, это пропаганда, они говорят, это пропаганда. Конечно. Ладно, это их дело, как они реагируют. Наше дело сказать, от чего мы ждем от поэзии, от наших авторов. Есть ритм солнца, есть ритм луны, есть ритм сердца, есть ритм дыхания. Это вещи несомненные. Ровно через 365 дней будет опять весна. Будет это самое. Естественно, и просто ритмик этого дыхания, она все равно тебе подсказывает определенным образом... Конечно, почему-то вот такие вещи подпали под амнезию, под амнезию, в которую погружена поэзия. Поэзия напрочь забыла, что она. Это как, ну я не знаю, это как палец бы забыл про существование всего. Ну не забывай, что существует понятие моды, какие-то ложные идеи развития какого-то или еще чего-то. Люди вот думают, что это старомодно, это раньше делали так, мы сейчас что-нибудь новенькое сделаем, там, тренд-тренд. Здесь есть одна такая вещь. Дело в том, что ритмический стих, верлибр и проза отличаются только частотой повторов. Больше ничем. Вот если в регулярном стихе повторяется стопа плюс рифма, это все повторы, повторы, и там повтор очень плотен, и это все поется. В верлибр, там повтор значительно меньше. Там есть опорные точки повтора, но они реже, в прозе они еще реже. Существует понятие насыщенности текста любого. Причем его можно разными вещами насыщить. Можно звуковыми, можно образными, смысловыми, а чем-то еще. Самое главное, чтобы на пространстве строчки у тебя было как можно больше звуков и смыслов. Точно. И, разумеется, потом уже все начинается со строки, потом мы уже говорим про стихотворение, потом в конце концов мы будем про концепцию творчества всего. Что из себя поэт, какой их знак, какой иероглиф он представляет собой в этом пространстве. Да, но если Луна, скажем, крутится в стихотворении вот с такой скоростью, то это регулярный стих. Если она крутится вот с такой скоростью в стихотворении, это верлибр. Если она идет вот так вот, то это уже проза. Все зависит от чистоты повтора, это элементарно. Ну послушай, ну прозу большую ты не напишешь на плотной строчке на такой. Ну конечно, конечно. Читать никто не будет. Там другая. Батонов Великий человек, но все равно же он такой. Конечно. Поэтому регулярный стих, он всегда связан с песней. За регулярным стихом всегда стоит песня, слитая стиха. Если вы видите, что у меня песня вообще одна из основных практик, так получилось. У тебя замечательная сфера. Важная, важная штука. Я не знаю, почему никто этим не интересуется, но, видимо, решили, что... Как не интересуется, еще как интересуется, ты просто сам их куда-то задвигаешь. Ну, может быть. Дело в том, что все равно народная песня и, скажем, вот эта вот светская культура, это вещи давнородственные. То есть то, что писал Мандельштамов, несмотря на то, что у него там проскакивают условно говоря какие-то фраклорные вещи, уже Александр Герцович, ну вот это все. Там множество вещей именно песенок, песенок, я по лесенке представлен, вот такие штуки, которые, между прочим, они очень национальны, в смысле русскому. Тоже тоже интересно. Конечно. И, может быть, нам не стоит забывать, что в природе нет слов, но в природе есть мелодия и ритм. И если мы не теряем мелодию и ритм, то мы связаны со всей Вселенной. Вот ощущать, да, да, почувствовать этот ритм, это просто упрощает работу поэта, если честно. Потому что если ты будешь без конца и края не то, чтобы изобретать велосипед, а выискивать как какой-то несуществующий, условно говоря, нигде образец, на который ты равняешься, да, какое-то эхо пытаешься высловить, то это сложнее. Я знаю, что один пример. Если ты будешь читать Верли Бордами, вряд ли ты найдешь отзыв в ее сердце. Если ты прочитаешь ее рифмованные стихи, скорее всего, отзыв ты найдешь. Ну, сейчас вот большая дискуссия идет. Знаешь почему? Потому что женщина больше связана с природой, чем мужчина. Ну, может быть, можно прочитать. Послушай, можно сочинить хороший, изящный, либо понравится барышне. Можно вообще обойтись без слов. А можно без барышни обойтись? Спасибо большое. Продолжение следует...